Гиппократ, вошедший в историю как отец медицины, предлагал много разных способов для лечения глаз. Например, ванной или рассечения кожи головы. Да, немножко диковато, да, немножко странно. Но сегодня в нашей студии человек, который может убрать минус из глаз вообще любой величины, благодаря новейшим технологиям, которыми он и его коллеги обладают. В студии утропировок главный офтальмолог Калужской области Сергей Попов. Доброе утро, Сергей Николаевич. Доброе утро. Здравствуйте, рад вас видеть. Рад вас видеть. В нашей студии. И все-таки, если обратиться к истории, обратиться к Гиппократу, какая связь между ногами и здоровьем наших глаз? Да, очень важная на самом деле. И я бы хотел сказать вам, что великие врачи, они во все времена великие. И они не просто так стали, получили это величие Гиппократа, Вицена, Пирогов, Федоров. Эти люди всегда были великими не просто так, а потому что они думали по-другому. И это всегда оказывало огромное влияние на их окружение, на впечатление. Ну, теплая ванна по Гиппократу, естественно, помогало при всех состояниях, в которых изменялось кровонаполнение или жидкостонаполнение глаза. И поэтому такие процессы, как глухомные процессы или воспалительные заболевания при теплой ванне, всегда пациенты получали облегчение. Что касается рассечения головы или кожи головы, там все еще серьезнее. Там намного все интереснее и не просто так. Если мы в определенном месте надсечем кожу и повредим поверхностные сосуды, то рубцеваясь, они приведут к тому, что кровоток увеличится по внутренним сосудам. А это приведет к тому, что кровонаполнение глаза увеличится. Поэтому даже в те самые далекие времена можно было помочь пациентам с дистрофическими явлениями на глазном дне, с пигментной абиатрофией, с серьезными заболеваниями, которые мы сегодня используем в своей практике. Какие сегодня методики, современные методики, новейшие методики используются для того, чтобы помочь людям преодолеть проблемы зрения? И катаракту, возможно, и глоукома, какие-то сложные формы. Сегодня у нас практически фантастика. Даже если мы возьмем состояние 30-летней давности, когда наша клиника была создана, то сегодня это совсем все по-другому. Огромное количество различных лазеров, огромное количество приборов, которые позволяют использовать вплоть до искусственного интеллекта. Медицина сегодня находится на пике технологического процесса. Что касается нашей клиники, то мы находимся на пике офтальмологического процесса в мире. Поэтому все, что существует сегодня в мире, мы можем предложить нашим пациентам. Вот методика, лазерная методика КЛЕР. Из чего она состоит и что я себе представляю? Это совершенно новая методика, которую, могу сказать, что в мире совсем немного операций уже сделали, потому что это чисто лазерная хирургия, которая позволяет не трогать пациента инструментами. У нас нет никаких грубых каких-то инструментов, пинцетов, ножей, что привычно нашим пациентам. Технология совершенно новая, позволяет через очень маленькое отверстие сформировать внутри прозрачной нашей роговицы определенного вида, то, что мы называем лентикулу. Ну, ее убрав, мы убираем пациента, минус астигматизма, что-то такие вещи, и пациент сразу начинает смотреть по-другому. Сколько длится такая операция, и после подобного вмешательства, ну, мы не говорим, что это, конечно, не хирургическое вмешательство, сколько после подобного вмешательства человек сможет встать и отправиться домой, к примеру? Ну, да, он идет сразу домой, понятно, но вмешательство до 6 минут. До 6 минут. И все. Быстро и без болезни. Сам лазер работает около 40 секунд, и дальше манипуляция доктора, все вместе с укладкой пациента около 6 минут. Вы знаете, во время, когда мы мало чему доверяем, нам нужны серьезные клинические испытания для того, чтобы мы даже прошли, к примеру, вакцинацию, нам нужно подтверждение. Вот сколько испытывалась эта техника, это оборудование, прежде чем было принято на вооружение, сколько вы уже практикуете использование КЛЕР? Это новая технология. У нас в пределах 100 операций сделана. Она новая, поэтому я к вам пришел. Эта технология позволяет сделать это все быстро. У нас существуют другие технологии. Всегда приятно представлять в студии клинику большую, которая работает по разным направлениям. На сегодняшний день могу сказать совершенно открыто, что в целом наши специалисты в клинике готовы помочь пациенту различными направлениями, почти при любой патологии, которая сегодня существует. Если у пациента существует какая-то, не знаю, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, мы подберем методику, которая позволит им оптимально от этого избавиться. Если существует огромная степень миопии, мы заменим хрусталик, мы можем поменять роговицу, мы можем заменить больше, чем половина глаза для того, чтобы человек видел хорошо. Сергей Николаевич, я об этом очень хорошо знаю, потому что и мои родные в том числе проходили обследование лечения, и бабушка, и дедушка, и зрение было восстановлено. Дайте, пожалуйста, какие-то рекомендации, полезные нашим зрителям, для того, чтобы зрение сохранить в плане профилактики, да, и если зрение начало немножечко ухудшаться. Ну, во-первых, нужно за этим процент смотреть, вот, потому что не надо забывать то, что существуют какие-то вещи, которые пациент сам себя заметить не может. Поэтому мы, конечно, рекомендуем даже всем здоровым пациентам один раз в год посетить глазного врача. Пришли, посмотрели, всё на месте, до свидания за целый год. И тогда мы вряд ли что пропустим, даже в самой начальной стадии, и мы можем помочь, чем раньше, тем, естественно, надёжнее и лучше. А жизненная профилактика, какие-то, может быть, вот обычные бытовые методы, которые помогут всё-таки не навредить своему зрению? Сегодня очень большое влияние оказывают наши гаджеты, к сожалению. Так. И мы сталкиваемся с тем, что молодые наши сограждане, особенно школьного и сразу послешкольного, студенческого возраста, работают очень много на близком расстоянии, получают такие явления, как спазм аккомодации, которые мы пытаемся вылечить, медикаментозно иногда, как бы, если процесс заходит далеко, то прибегаем к хирургической помощи. Но эта ситуация могла быть недопущена, если существует режим работы, скажем, с телефонами, в основном. С компьютерами реже, а вот телефоны у нас почти дичь. Сергей Николаевич, я вас поздравляю с приближающимся Днём зрения. Спасибо вам за вашу работу и огромный привет вашим коллегам, которые ежедневно помогают улучшить зрение. Спасибо большое. Спасибо.